в этом уроке мы рассмотрим основные примитивы которые используются в автокаде для создания объектов и так сейчас секунду и все это закрою итак мы строим все объекты автокаде используя двухшаговую систему то есть мы сначала берем какой-то примитив что-то из него создаем и применяем к этому инструмента редактирования который у нас находится вот здесь все то есть мы берем примитив и с помощью инструментов редактирования создаем какую-то сложную форму в этом заключается вообще весь смысл работы в автокад в этом уроке мы сейчас по этим примитивом кратко пройдемся давайте начнем с отрезка значит отрезок представляет из себя обычную линию с точкой начала и с точкой конца с помощью отрезков можно строить какие-то сложные формы выглядит это вот так так дальше полилинию то же самое что и отрезок но обладает гораздо большим функционалом про полилинию будет отдельный урок дальше мы рассмотрим подробнее так окружность принципе все понятно дуга тоже несложный элемент прямоугольник прямоугольник можно построить используя вот эти вот дополнительные функции по нескольким параметрам можно по высоте по ширине и так далее но об этом попозже мы поговорим значит полигон это новоугольник можно построить либо вписанным в окружность либо описано вокруг какой-то окружности дальше эллипс здесь опять же эллипс можно строить по-разному относительно каких-то точек по дуге по центру будем это потом рассматривать значит здесь же в примитивах еще у нас находится штриховка и градиент в принципе так как об этом я буду рассказывать отдельно то смысла заострять на это внимание не вижу если очень кратко то берем какую-то область и штрихуем и и и и и и и и и так у нас получился сейчас масштаб очень большой здесь вот сейчас зададим побольше ну в принципе вот так вот она выглядит об этом будет отдельный урок где все они расскажу значит кроме этого здесь есть еще сплайн очень часто используется в геодезических чертежах то есть для создания горизонтали для каких-то кривых линий сплайн по управляющим вершинам нам не нужен прямая то есть линия которая не имеет начала и конца луч из курса геометрии понятно что это такое . для чего нужно будем потом рассматривать так и принципе все еще есть пометочное облако вот это все основные примитивы которые есть в autocad и с помощью них будем мы строить все сложные объекты